всем привет меня зовут машина канале цвета но то я хотела сегодня по рассказывать вам какие у меня дела пересадки я сейчас занимаюсь пересадками но не показывай потому что неудобно и снимать и показывать надо что-то рассказывать это у меня я пересадила все хой который привезла из москвы которые дали уже корешки кто-то еще не давно я их тепличку вот эти три поставлю остальные дали и еще две не дали но они там 1 и подвявшая видимо выпала из стаканчика немножко подвяла ну если отойдет потом посажу а другая там одна палочка и у нее малюсенький листочек не знаю если вытянет она этот листочек хорошо нет так нет ну вот покажу вот видите одна чуть-чуть блин подвяла а в этой один листочек было просто палочку но вырос листочек удивительно так а теперь расскажу вам сегодня я ездила решил посмотреть местное объявление на даче вот ногти такие как до удачницы только не задачи а из-за того что цветами занимаюсь в общем ездила сегодня по объявлению решила посмотреть нет ли тут интересных объявлений на даче и нашла только одно интересное это фиалочки так вот тут 3 1 голова и она выпадает так этом и купила я фиалочки только это необычные фиалочки это трейлер и фиалочки сейчас я наверное доложу немножко пока мы ехали в маршрутке у нас очень очень редко ходят маршрутки еще мы с продуктами ехали еще в толпе в общем не люблю я ну немножечко этот стаканчик помялся вот так рассказываю нашла только фиалки трейлеры там были может быть и обычной фиалки по моему были да у нее мини не было я спрашивалась или трейлеры или мини и набрала трейлеров у девушки вот купила листочков это я попросила набралась наглости попросила говорю дайте мне не кладите мне подарки все сорта которые я хотела я выбрала какие-то другие сорта не хочу и если уже хотите что-то подарить если по традиции как вот я говорю я сама продаю растения кладу подарки часто я гну если не желание то можете просто там покрупнее что-то вместо листочка положить там голову срезать у фиалки ну трейлерные такие этот пасынки и что-нибудь такое вот и она мне положила вот это вот на подарок это сорт красная река она уже на фитиле было и я ее на фитиле поставила вот очень снимать залетела муха жужжит кот орёт покушал орёт что он очень вкусно покушал так ну вот подарок мне вот это дали и какие сорта я взяла я скажу по-быстрому пробегу но я не буду вставлять никакие картинки потом когда они у меня если укореняться если зацветут и так далее я вам тогда покажу уже лучше цветущие это по-быстрому пробегусь литуанику взяла всем известную только у девушки их два вида было и она мне дала все эти два вида не знаю она говорит в разных местах покупала и них два вида дэнсин трейл потом жемчужный восторг такие пи остренькие это я сейчас все буду сажать в горшочке теплички д с сады любви это ds к я смотрела такой прикольный классные там цветочки беленькие ранди то ранди то подарок о это тоже ранди то только голова да даже две или две тут в общем срез голова потом сэнд доун трейл сан даун трейл еще не очень название хонный сакл роз потом св город севастополь какие пестренькие фокус как всегда пестренькие листочки вот такие так дальше ли шотландский вереск это такое не очень такая раскрывушка сорт но если его сформировать это очень трудно он красивый будет потом ропс ванила трейл всем известный св город аша или аша кто знает как правильно аш или аша город анлига плюща дн мурзилка и валарта кампанас и причем вот такие вот много листочков где где-то даже по четыре с ума сойти сейчас я всех посажу обработаю и и степличку поставлю конечно домой я постепенно буду все в москву перевозить да знаю что очень много у меня всего но знаете я просто в несколько заходов буду все перевозить мы сейчас в августе будем мотаться как и привозила это уже долго так и возить будем долго вот сейчас покажу что у меня получится рассажу все сейчас фокус возьмет покажу вам интересное вот вот это вот очень похоже на клеща вот я сижу сажаю листочки вот эти такая дорожка как у клеща в общем буду сейчас всех обрабатывать на всякий случай я понимаю что в любой коллекции неизбежно клещ но чувство обработать надо обязательно кстати купила вот такую штуку санмайт санмайт никогда не пользовалась вот хочу попробовать сейчас и фиалки новенькие вот эти вот листочки и все 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 это на 5 литров по моему я там читала разводится вот этот весь вся баночка и все обрабатывать на 5 литров мне не надо поэтому нужно если опрыскивать то наверное на литр что-то мне хватит литра на всех на моих результаты моего укоренения еще не обрабатывала покажу вам свои теплички кстати сегодня купила еще три докупила берлайн ой в лерой мерлин господи в фикс прайсе сейчас вот такие теплички у них появились я уже всего шесть получилось вместе с вместе с этими тепличками они конечно у меня наподобие были но они быстро стираются у них вот это вот подошвь ну не знаю как то они быстро мне за пару лет и все истрепались но удобно и очень удобно так в общем посадила каждый листочек в отдельный горшочек вот эти головы в подарок я посадила тоже укореняться сразу фитиля им поставила потом на фитиль поставлю под лампы когда домой вернемся в москву тоже листочки такой у нас конфуз произошел с продавцом в общем оказалось что вот этот жемчужный восторг я прочитала это листовая химера представляете я знаю что цветочные химеры не размножаются листьями я купила вот листик ну листик не 3 положили я перерыва сейчас весь интернет нашла только у насти видео ответ на свой вопрос размножается ли листовая химера именно листовая не цветочная листовая размножается ли этими листиками вот насти чего во флауэрс фиалками занимается пиларгониями вот у них свой канал ну я думаю многие знают в общем только в ее видео нашла написала ей подтвердила что навряд ли что-то вырастет продавец в общем написал продавцу что вот я не знал что листовая химера оказывается только листиками только пасынками размножается на что продавец написала что есть такой способ отрезать листик галочкой срезать черешок и посадить вот так вот ну в общем я посадила но это я так понимаю не стопроцентный способ вообще очень малопроцентный способ курениться или что-то вырастет я вообще очень не очень очень не очень уверенно в общем продавец свернула мне деньги сама предложила конечно много было как сказать немножечко заметно было что недовольство что ли что я сама не изучила этот вопрос почему я купила в общем как бы это между строк считалось да но я новичок например фиалках не то что прям я не новичок в цветах но новичок фиалках и вот так получилось к сожалению что мы друг друга не поняли но она спасибо ей большое вернула деньги только что небольшие деньги но все равно как то знаете когда покупаешь и будешь это растить месяц два три из него ничего путного не вырастет тоже как-то не очень приятненько но она написала поэкспериментируйте с таким способом может что вырастет вот экспериментируем я бы лучше доплатила конечно лучше бы купила детку мне нравятся вот такие вот листовые химерки очень нравятся вот фиалки мне нравятся красивые цветочки и листовые химерки вот а просто пестролистный как-то уже знаете не не то чтобы у меня кстати вот посмотрите очень мало пестролистных и продавец написала я купила у нее три сложных сорта которые сложно укореняются но не знаю посмотрим кто укоренится кто нет кто укоренится будет у меня кто нет то нет но она молодец очень щедрая вот сколько листочков мне наложила по три-четыре листочка каждого вида что очень приятно вот все пошла пошла я обрабатывать все и а и вот еще еще головы я так поняла красная река вот тут три вот этот чуть не очень я туда под подсадила я показывал да ну что буду растить обрабатывать и растить красавчиков своих еще мне на обмен может быть пришлют этих миник мини фиалочек и развела поляна фиалок не хотела а теперь мне будет куча значится ездила я на вайлбер и заказала там перлит упаковку вот такую всегда беру самобюджетный и крупный вот так называется и главное что он крупный мне очень нравится этот перлит потом барсик это цель циолит по моему называется да циолит еще и диатомит заказала тоже гигиенический наполнитель но он что-то задерживается что-то может и не придет уже думаю это для растений так потом случился у меня случайный обмен девушка спросила нет ли у меня одной бегушечки ей написал что есть он еще маленькая поэтому я не продаю ращу и диалог слово за слово она мне предложила свои растения подарить и мне неудобно и горного выберите еще что-нибудь и я и вам эту бегоню отдам и ту ну и еще что-нибудь в общем очень приятная девушка и мы с ней нежданно гаданно поменялись в общем я не знаю стоимость вот этих вот растений ну как бы мы менялись не на стоимость а просто просто я и там еще в подарок положила традисканцию красивую ну в общем вот такой вот обмен получился что она мне положила на мне положила вот такой вот в общем я и две бегонии и традисканцию она мне три фиалочки лудизию такую детку бегонии и пепперомию вообще она предлагала мне все это подарить вот как бы я их не планировала заводить вот такая фиалка макс корчинг сан у меня уже была я не помню это трейлерная вроде бы потому что у нее тут две головы скорее всего это трейлерная не знаю но она красивая очень миленькая но единственное она должна желтой серединкой быть но она хотя мы не знаю в общем если будет желтая серединка будет очень хорошо мне тоже на не очень желтила может быть под лампами она зажелтится так робс ванилла трейл я себе такие листики уже купила но не стала отказываться вдруг мои листики не укореняться и вот такая красотуля очень красивая тоже трейлерная фиалочка вот так потом такая фиалка она сказала что ну точно написала что это тоже сортовая но сорт она не знает это ей подарили господи эти бабочки летают пачками просто залетает в окна и летают сумасшедшие бабочки но красиво периодически их вылавливаем вот такая лудизия орхидея в общем какая тут никогда у меня такого растения не было я даже не знаю как с какой стороны к нему подойти видела его я знаю что они есть сортовые дорогие но это самая простая такая которая многих есть и но вот это вот отличается именно тем что она ароматная мне сказали вот так что я очень довольна я не знаю буду изучать как за ней ухаживать что с ней делать на вид очень миленькая симпатичная очень красивый бы кустик пышный то какой но вот она вам ху ты не за на вам так и должна стоять или все-таки нужно куда-то сажать буду изучать для себя новые растения такого мне еще не было вот это бегушечка я не знаю пока что за сорт какой они там разные бывают black фанк черный принц черная мамба вот эти вот темные сорта но не знаю может это вообще не он никто-то из них вообще какая-нибудь другая пока что это вообще детка буду растить мне еще по обмену должна прийти одна тоже темненькая но не знаю мне тоже не знаю что так это пеппероми роса пеппероми который мне уже была я ее загубила потому что по неопытности мне тогда вообще не было никогда ни одной папироми и мне ее я же не помню как она мне досталась но в общем теперь у меня есть опять эта пеппероми она мне так фокус она мне очень нравится у нее такие необычные листочки сзади красненькие сверху зелененькие еще такие остренькие листочки лодочки ну клевая на общем я очень довольна большое спасибо девушки вот надо будет входящую обработку как обычно сделать и все и красота теперь у меня еще дополнительно но не знаю куда это все буду ставить надеюсь на новые стеллажи которые у меня появится все все по и поместится все мое богатство у меня зацвела хое сп пирак так называется пахнет какое каличина на окошке наконец-то я дождалась вот такой парфюмерный аромат приятный сладенький ну кстати на не сильно каличина прям на всю комнату пахнет а это пока пока сильно не вонял ну как вонял не воняла благоухала неправильно выразилась вот такой цветонос не очень большой но миленький очень довольно приятно но мне заваливается приходится держать вот так она у меня вообще повернута как ну сейчас мы уже скоро мы уезжаем скоро она поедет домой там вот капельки нектара очень сладенького скоро она поедет домой со всеми другими хоями ну как раз успеет отцвести неделька-две и будем уезжать мы сейчас тут окно потом буду мыть сейчас она чумазая накопилось мусора и у меня кстати хоя цветоносов хои выпускают вот здесь вот это david's green cup это цветонос вот там вот в пыли это вилбур грейвс тоже ну а не навряд ли процветут потому что переезд это всегда для них стресс и они все поскидывают это сто процентов это уже мы проходили много раз вот так что ну ладно ну хоть хотим все тут нравится тут солнышко до обеда сторона не знаю какая-то южная в общем очень много солнышко им здесь очень нравится и хорошо они цвести и растут хорошо и краснеет вот хоя расиста смотрите как красиво краснеет красота на солнышке вот и хоя black лифс кране она тоже черненькие у нее ну в общем все молодцы тут мы приехали на один день домой я тут на балкон вышла рассматриваю свои растения с потифилом сенсация моя потихонечку растит молодые листики старенькие потихонечку умирают новенькие красивенькие растут ну я думаю со временем я старые обрежу ребенок мой говорит не продавай это растение на мне нравится не знаю я хотела его продавать посмотрим если поместится в общем просто хотела по быстренькому показать что метод цветет потому что нам сегодня уезжать такая орхидейка крупная это мои старенькие старенькие орхидейки все я покупала я честно говоря думал что ты белая вот эту но она оказалась вот такой метод столько вот это все буду убирать как вернусь через неделю вернусь буду убираться тут все такое вот и это это цвела моя хоя финлайн сони она просто цветунья бесперерывная вот и я вчера чуть не извините за мой сленг не описывалась от радости первый раз за много лет у меня зацвела хоя керри в регат на вот такая красоточка или альба маргината в общем как-то юксель-моксель фокус вот наконец-то вы посмотрите какая прелесть это просто это что-то невероятное посмотрите это просто бусинки бусинки какие-то на кончиках тут такие вот сиропчик и пахнет пахнет приторным немножечко но не воняет только если нос туда подносишь в общем я вчера просто радовалась вы не представляете как это было что-то умопомрачительное мой филадендрон orange prince такой крупный стал хоя карноза сплэшки он растила моя она у меня необычная на мне сплэш обычное плетье я отрезаю а сплэшную расщу так что еще у меня тут тут много муж залил я переукоренял тут бардак тут вон какая грязь бардак по моему больше ничего не цветет тут некоторые цветы я с дачи привезла подробно буду разбираться потом вот глоксине скоро зацветет надеюсь она дождется недельку скоро мы вернемся ею буду любоваться ее цветением единственным и глоксине но я их не то чтобы но не собираю их это просто мне так попалось вот много сухих листьев всяких будут тоже ухаживать смотреть хой многие сильно перелиты но и по крайней мере не залиты вот кто был залит тогда вот это вот куда-то суматра вот я в прошлый раз когда приезжал месяц назад обрезала всю почеренковала и вот она там уже корни дала на все остальное здесь остается адениум у меня тоже тут какие-то бутоны надавал ну больше вроде никто не цветет если кто и цвел вот вот это св 447 цвела сейчас уже не цветет и все на даче у меня лучше цветы цветут чем тут но тут солнце не такое наверное не знаю вот это по быстренько мы пробежались мы по моему хозяйству в городе так ходим сеточки и божечки мои наконец-то колумния зацвела и даже не знаю как ее сфотографировать потому что нам этот весь еще буду фотографировать потому что мне все спрашивают что это почему вы ее называете колумния если это похоже на исхинантус вот такие они еще не зацвели они еще не прицвели там из вот этих штучек появится еще что-то в общем такие вот цветочки пока пока что будем потом фоткать думаю через неделю я уже приеду они будут цвести я надеюсь